МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации и телерадиокомпании Гомель у студии працуя Светлана Князева. Глядите уготым выпуском. Подяки за суместную працу и плённое керавництва, ширые пожадания дальнейшего поспеху. Владимир Дворник покинул постгубернатора в связи с назначением на посаду вице-премьера. Культиваторы, бороны и косилки – новую айчинную сельгазтехнику представили сёння на Дніполе у Рогачовским районе. Мары повинны здесь сняться. Поверить отсюда особливым детям допомагают гомельские волонтеры. А зараз об этом и иншим – больше подробязно. Новый дом Верховного суда открылся сёння в Минске. В мероприемстве принял удел керавник державы. Палац правосуддия побудовались за два с половой годы. Объект разместился на супрыць Палаца незалежности. У фойе нового будинка была у Рашиста перерезана червоная стушка. Президенту уручили символичный ключ от Верховного суда краины, який он передал старшине ведомства. Основной критерий, которым руководствуются люди при оценке работы судов – это социальная справедливость. Вы, наверное, заметили, я всегда говорю – люди, люди, люди. И, опять же, не для какого-то популизма. Слушайте, мне уже не до популизма. Мне он не нужен. Мы действительно работаем для людей, если мы говорим о том, что государство для народа, ну, надо реализовывать эту формулу. И она является не только залогом доверия населения к судам, правосудиям, но и важнейшей составляющей идеологии белорусского государства. Я говорю о социальной справедливости. Запрос на эту сегодня справедливость колоссальный. Граждане должны быть уверены, что в суде найдут защиту своих прав и законных интересов. Обрысы будинка по задумке архитекторов нагадывают США Лефемиды – богини правосудия. Таких же узваженных и справедливых решений держава чекает работы усех галин судовой улады. При будовництве выкарастовывались белорусские материалы и обсталявания – лифты, мебли, люстры. Объект отрымался сучасным и функциональным. У залах есть макшимость видео и аудиозапису. Кераник державы ознайомился с макшимостями нового будинка Верховного суда, наведал залы и кабинеты, где будут працаваць суддзи. Новоселье – падея знаковая и в тот же час добрая подстава поговорить об развитии судовой системы краины. На встречу запросили амаль четыре сотни человек. Керавництва судов усих узровнял. На нараде керавник державы означал уголовные потребования у работе судейского корпуса – законность, сумленность, справедливость. Многие питания у судейской системы уже выражены. Не мать, а кучки кадров, повысився престиж профессии суддим. Президент ориентуе представников Фемиды у принципа пересенсовать бачение своей профессии, быть больше уважливыми для людей и часом ставить себе на их место. Бо оттого, яким будет подход и будет складываться у людей уражене об всей судовой вертикали краины в целом. Слово «Подяки» за плённое керавництва. Фильм об развитии региона за опошние восемь годов и смуток, который зауседы сопроводжает моменты разлуки. Сегодня Владимир Дворник примал веншование с назначением на новую посаду от своих подначалиных. Нагадаем, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил старшиню Гомельска Габбл-Ваканкама наместником премьер-министра. На первый взгляд всё, как и ранее. Владимир Дворнику выходит в зал по сержению. Сдаётся, зараз начнётся очерковая нарада. Но на этот раз всё не так. В очах присутствующих смуток. Губернатор развитывается с посадой, которую займал восемь годов. И отправляется в столицу на посаду вице-премьера. Первым, беру слово, помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Ен нагадывая об тем, что до этого дня всё житё Владимира Дворника было присвящено развитию Полесского региона. Яке посады он не займал, завсюду и мкнулся, как выники працы рабили житё людей лепш. До керавництва Гомельским облаканкамам практически вся карьера экс-губернатора была связана с заграрной сферой. На думку керавника державы Александра Лукашенки, это каштовный опыт, який допоможет Владимиру Дворнику на новой посаде. При этом, працующий в Аураде, вице-премьер до конца года будет курировать кадровое наполнение Гомельского облаканкамама. На новом працовном месте он станет отказывать за сельскую господарку, природные ресурсы, охованного кольного сяродя, леса всей краины. Это целый путь жизни, это целый путь переживаний. И тот итог, что сегодня имеет Гомельская область, это часть работы Владимира Андреевича. Владимира Андреевич, действительно, тот человек, который за последние годы стабилизировал и внёс серьёзный вклад в развитие Полесского региона. Мы сегодня, область идёт в середине республиканских показателей, с учётом того, что мы выражены Чернобыльская область, то, что мы выражены Полесский край, и то, что нам сегодня не дякует климатических условий в том числе. Юрий Шулейко подяковал Владимиру Дворнику за сумесную працу на протягу двух опошних годов. Выказал упевненность, что, минавито дякуючи губернатору, научился лучше разуметь людей, с которыми доводится працовать и чьи проблемы допомогать выражать. Азначил, что на опыт працы Владимира Дворника в регионе будут арендоваться и в будущем. Крональный момент сегодняшней встречи – уручение Владимиру Дворнику гоноровой грамоты Гомельского областного совета депутатов. Узгадать крок за кроком, как развивалась Гомельская область под керовницством Владимира Дворника, допомог фильм, подрихтованный телеродой компанией «Гомель». Прогучала самое важное – от основных социально-экономических и политических подей до культурных мероприемств республиканского масштаба. У отказ на веншование добрые слова Владимир Дворника отзначил, что регионы есть, то чего имкнуться в своем развитии. Керуючи в областью, для его было самым головным, чтобы жизнь людей на Гомельской земле становилась лучшим. Спасибо вам. Искренне. Владимир Дворник займал посаду губернатора с 2010 года. И вся карьера связана именно с Гомельской областью. Учился только в Витебску, в ветеринарном институте. Працовал трактористом в родном реческом районе, головным ветурачом, колгасовый сход, наместником старшины господарки «Дружба», керувался угасовым комбинатом «Зара». В 2009-мь узначали в Мазырске райвыконкам, отколь литерально празд год и поднялся в губернаторский кабинет. Зараз начинается новый этап життя, новая сфера отказности, где, впевнены те, кто собрался сегодня в этой зале, будет шмат новых важных решений для добробыта всей страны. Принаджала Валерия Гапанько, телерадо, компания «Гомель». Сегодня в Гомельской области прошел День поля. На семинар запросили керувников всех районов и широких господарок. На протягу дня они знакомились с новыми узорами белорусской сельскохозяйственной техники и поравновывали ее с основными моделями. Техническая, складающая полевых работ – тема материала Олега Сентюрова. У сельскохозяйственной технике дроби зевнима. Гэтую истину керувникам районов подчас проведения областной нарады нагадывают не выпадково. Экономичный потенциал региона можно повелечить еще больше, но покой у керувництва Галины есть питание по якости полевых работ и заховании технологических потребов. А по рычатам так званого человеческого фактора – сирот причины снуючих проблем, забеспеченность сучасным целеванием. Правда, в этом году ситуацию планируется значительно подлепшить. Все у нас есть, просто мы сегодня хотим показать еще для всех руководителей. Мы на сегодняшний день, у нас есть и в Гомельской области производится данная продукция технических средств, и в других областях, и в целом республике. Просто мы сегодня сравниваем данный вид технических средств. О акционерном товаристве «Тихинч» доля белорусской сельскохозяйственной техники, складая около 70%, кажут, что в последние годы якость значительно повысилась, а тому набывайте ей тут готовые долей. Во усилительном выпадке великих проблем с подготовкой техники до весновых полевых работ у господарцы не возникло. Весенние пассивные подготовились зимой, сейчас уже на данный момент готовимся к кормозаготовке. И планируем уже готовиться к зерновой уборке. Потребование керавництва в области достаточен райваконкаму необходимо знакомиться с усими новыми узорами сельскохозяйственной техники и набывать самые эффективные, тем больше, что выбрались белорусские вытворцы в последние годы. В этом плане зарабили значный круг наперед. Белорусская техника должна быть конкурентно сдольной не только по цене, а и по эффективности. По словам вытворцев, в кастане возникального культиватора дозволяю поэлечить урожайность сборжевых не где на 8 центнерус гектара. Как это так, то валовые сборы возрастут одразу амаль на треть. Проверить реальность такой перспективы на практице можно будет в ближайший час. Уже заключены неколькие контракты на поставки такой техники у господарки Гомельской области. По кольже, о перспективах повышения урожайности зерневых можно мерковать по тем факте, что сельскохозяйственная техника Амкадора поставляется уже у Россию, краины Евразийского экономического союза и навык на африканский континент. Только для АПК мы более 200 моделей уже сегодня серийно выпускаем. Это весь шлейф подготовки техники, это кромозаготовительная техника, это техника для животноводства, это техника для транспортной техники, для внесения органических минеральных удобрений, это техника по очистке, доработке, хранению зерновых, зерновобов и других технических культур. Это очень широкий шлейф наш. Олег Сентяров, Евгений Матейенко, телерадио-компания «Гомель», Рогачевский район. Представники местных ул. завтра готовы отказать на звонки граждан. В эту субботу снова пройдут промые линии. У Гомельскими обл. выконками ее проведет первый наместник старшины Геннадь Соловей. Номер телефона у Гомеля – 33-12-37. Промая линия будет работать с 9 до 12 часов. В этот шанс на совете будет наместник старшины Гомельского гор-выконками Сергей Андреев. Номер телефона – 75-63-33. Мобильный додаток для связи с Уладой – 142.бел. Усталявали больше, чем 500 человек. С его допомогой можно написать, потелефоновать, отправить смс у разные службы. Выниковая задача – дать людям махчимость, не выходя из дома, здесь снять администрационные процедуры. Пакуль додаток працует только в Гомельской области. Его можно бесплатно спамповать в Google Play Market. Поважанные телеглядачы, зверните увагу. У Гомеля супрацовники милиции ведут пошук Оксаны Прокопенко. Женщина вышла из дома первого студента 2019 года, а праздник лькиден перестала выходить с родными на совесть. Зараз ей место знаходжения невядома. Прыкметы Оксаны Прокопенко на выгляд 45 годов. Рост каля 165 сантиметров. Темно-русые волосы. Вочи широблакитные. Просьба до усіх, хто володае какой-нибудь информации об местах знаходжения женщины, потелефоновать по номерах, які вы бачите на своих экранах. Мары повинны здесь сняться. Да помогши поверить у суд особливым детям, закликаны новый доброчный проект «Зорный час услед за Марой». С его первой героиней и гомельскими волонтерами сострылася Ганна Корольчук. Ульяна Шахницкая народилась на два с половиной месяца ранее за термин. В першых дзен життя урачи и батьки змогались за девчонку. Уход ульяне поставили диагноз ДСП. Почались регулярные лечения у реабилитационных центрах и занятки дома, массажи и операции. Где мы только не были, что мы только не делали. Операции были, реабилитации Украина, Россия, в Беларуси, естественно, везде. Занимаемся, стараемся. Нам хорошо, что у нас сохраненный интеллект. Поэтому все врачи, где мы были, все говорят, что она ходить должна. И у нее есть для этого все. Зараз ульяне 9 годов. Неглядя на все тяжкости, она вельми активная девчонка. Займается плаванием, спевая и играя на фортепиано в музычной школе. И когда батьки ульяны Марыць, чтобы она научилась ходить самостоинно, сама девчонка хочет танцевать. И не просто, а как соправдная балерына. Познавать ульяну с светом балета выросли в Гомельской детячей хореографической школе мастерства. Тут я на упершине примерила соправдную балетную пачку и отримала маэстро-классы двучаниц. К нам пришли волонтерский отряд «Открытые сердца» с таким предложением, что у людей должна осуществляться мечта. Есть такая замечательная девочка Ульяна. У нее мечта стать балериной. Мы с удовольствием откликнулись на это предложение и открыли свои сердца для этого маленького замечательного ребенка. Показали, с чего начинается путь балерины, к чему можно прийти. И вообще любая мечта, она осуществляется, если к ней идти. Занятки балетом Зульяных – это только первый крок масштабного доброчинного проекта «Зорный час. Услед за Марой», який закранили осы многих детей. Его идея належит волонтерскому отраду «Открытые сердцы», «Открытых акционерных товаристов Гомсельмаш». В этом проекте примут участие также 26 девочек из нашей ассоциации. Спонсором проекта выступают наши итальянские партнеры – благотворительная ассоциация «Генуя для Чернобыля». Итог этого проекта пройдет 11 мая с 12 до 2 в городском центре культуры. Еще хочу сказать одно, что многие волонтеры, неравнодушные люди и общественные организации откликнулись на идею нашего проекта. В общем, дело большое, и мы огромное спасибо за то, что они есть и за то, что они делают все для детей. Ганна Коральчук, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Гомеля прошел первый фестиваль регби. Его мета познайомить гомельчан с этим видом спорта. У споборництва худельничали около 140 человек, 7 команд по 20 аматоров спорту. У программы так само танцы, конкурсы и показальная гульня гомельских клубов. Спортивная частка фестиваля включала у себя 5 этапов – беговый, силовый, китковый, дроп-гол и эстафету с пирожкодами. Цель фестиваля была совершенно простая. Мы хотели рассказать всем людям о том, что у нас есть регби. Потому что, как сложилось, во всем мире это популярный вид спорта, а в Беларуси о нем знают только пару десятков, сотен человек и все. Мы хотели бы, чтобы знало, как можно больше молодежи и они, в принципе, приняли участие в наших соревнованиях. Потому что гомельчане завоевывают очень хорошие награды на республиканских турнирах и также на Европе. Поэтому хотели дать возможность ребятам тоже прийти к нам в команды. Мы посмотрим на настроение ребят, мы посмотрим на отзывы, что нам скажут студенты, насколько им понравится. Если они будут довольны и веселы, мы повторим этот фестиваль, я думаю, что не раз. Плануется, что мероприемство станет традиционным. Уже сегодня заснован пероходный кубок. В планах организаторов провести этим летом фестиваль пляжного регби. На его окроме студентов ВНУ будут запрошены школьники и наученцы средних научных установ. Все вузы Гомельской области принимают здесь участие. Задача их, чтобы они узнали вообще, что такое регби. Рассказали своим друзьям, что есть такой вид спорта. Но самое главное для нас, как общественного объединения, это открыть для них еще один вид досуга. Свободное от учебы время, работы, неважно. Главное, чтобы они занимались чем-то полезным. Я уже вас уверяю, что он будет традиционный. Мы уже учредили переходящий кубок, который сегодня будет вручен одной из команд. И переходящий кубок говорит о том, чтобы второму этапу быть. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете, по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Кормили обещаниями, переселяли в деревни и оставляли у разбитого корыта. В регионе возбуждено уголовное дело о махинациях, связанных с продажей недвижимости. По версии следствия, 50-летний мужчина в сговоре с группировкой убедил 42-летнего неработающего гомельчанина продать квартиру и переехать в сельскую местность. За смену жительства махинаторы обещали доплатить. Но вместо благоустроенного небольшого домика мужчина стал собственником заброшенного строения в Реческом районе. Обвиняемыми по данному факту признаны пять жителей областного центра. Их фотографии вы сейчас видите на своих экранах. Двое из них засветились еще на одной махинации. И у следствия есть основания полагать, что обвиняемые могут быть причастны к другим преступным эпизодам. Просьба гражданам, которым известна информация о противоправных действиях данных лиц, обратиться в управление Следственного комитета лично или по указанному телефону. В Чечерском районе у распространителя наркотиков при обыске нашли 80 патронов, приспособления для стрельбы и часть взрывателя от гранаты. Прежде чем добраться до сбытчика марихуаны, гомельские таможенники совместно с сотрудниками МВД задержали в гомеле 29-летнего мужчину с наркотиками в карманах. В ходе дальнейших следственных действий удалось установить продавца конопляного вещества. Им оказался 25-летний житель Чечерского района. Молодой человек сам признался, что продает наркотики, и сдал оперативникам имеющиеся у него 150 граммов марихуаны. При обыске его дома сотрудники милиции обнаружили и незаконно хранящийся арсенал. Было установлено наличие большого количества патронов для различных образцов оружия, а также взрывателей для гранат и другие части оружия. По результатам двое граждан задержаны. В настоящий момент проводится экспертиза, а также дальнейшие следственные и оперативно-развитные мероприятия. Продолжение темы. Успешную операцию по выводу из незаконного оборота крупной партии боеприпасов провели оперативники Жлобинского РУВД. У правоохранителей имелась информация о возможном хранении в одном из домов Жлобина боеприпасов к охотничьему оружию. С обыском они приехали к 72-летнему россиянину. В результате обнаружили и изъяли более 6700 патронов, а также почти 17 килограммов пороха. Стоит отметить, что мужчина имеет право заниматься охотой, приобретать и хранить боеприпасы, но только на территории Российской Федерации. На протяжении последних лет он привозил арсенал небольшими партиями и складировал в частном доме на территории города Жлобина. В последующем патроны и порох реализовывал местным охотникам. В настоящее время материалы проверки переданы в Жлобинский районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки. Гомельская областная инспекция по охране животных и растительного мира продолжает масштабную кампанию по изъятию браконьерских сетей. Гражданам предлагается добровольно сдать сетной арсенал, тем самым освободив себя от административной ответственности. На сегодняшний день участниками природоохранной акции стали 7 жителей региона. Они сдали свои сети общей длиной около километра. Кампания проводится в стране впервые, продолжится до середины мая. По вопросам сдачи сетей обращаться можно в межрайонные инспекции или Гомельскую областную. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Примет Брест. Центральный матч тура ВРЗ «Литсельмаш» пройдет в Гомеле. Лидеры этого чемпионата между собой провели 18 матчей. Из них наша команда 7 раз побеждала, 4 раза сыграла в ничью и 7 раз терпела поражение. Разница мячей 45-50 в пользу вагоностроителей. Напомню, в первом круге ВРЗ разгромил «Литсельмаш» 7-3. Команды встретятся 6 апреля на площадке спорткомплекса «Локомотив». Начало поединка в 16.30. Гомельская «Энергия» в эти выходные будет бороться за третье место в чемпионате Беларуси по волейболу. Соперник гомельчан – Витебский Марков ВГТУ. Борьба за бронзу развернется на площадке спорткомплекса «Локомотив» 6 и 7 апреля. Игры начнутся в 19.00 и 12.00 соответственно. Третий матч пройдет 13 апреля в Витебске. Четвертый матч, если потребуется, состоится там же. Напомню, в полуфинале национального турнира «Энергия» проиграла действующему чемпиону. Солигорский «Шахтер» одолел депутантов первенства со счетом 3-2 и вышел в финал страны. Областные Олимпийские дни молодежи по тяжелой атлетике проходят в Гомеле. В соревнованиях участвуют порядка 250 человек из 18 спортивных школ региона. За медали борются юноши и девушки до 17 лет. Соревнования продлятся до 6 апреля. По результатам турнира будет сформирована сборная области на Республиканские Олимпийские дни молодежи, которые пройдут 20 мая в Гомеле. К слову, в прошлом году наша мужская и женская сборная на этом турнире заняли первые места. Тренерский штаб уверен, гомельчане могут повторить результат 2018 года. «Выступила я вообще хорошо, нормально. В рывке я подняла максимально 48 кг, а в толчке толкнула 65 кг. Сложно мне было толкать. Рывок у меня ушел сам по себе нормально». «Лучше всех выглядит Мозырская школа Олимпийского резерва. С надеждой на будущее у нас работает Хойницкая детская спортивная школа. Молодые тренера, амбициозные. И уже много лет подряд они бывают лидеры». Гомель примет открытый международный турнир «Киокушин. Дружба без границ». С 19 по 21 апреля на площадке Дворца игровых видов спорта соберутся лучшие каратисты. За победу поборются спортсмены в возрасте от 6 до 13 лет из Беларуси, России и Украины. Всего на турнир приедет более 250 каратистов. Сражаться за медаль высшей пробы они будут в разделах кумите и ката. К слову, в это же время в нашем областном центре пройдет чемпионат Белорусской ассоциации «Киокусинка» и «Карате» по «Тамишеваре» среди мужчин. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова